Мы полагаем, что оснований для расторжения договора и расторжения новой пользования, тех, которые предусмотрены законом, в настоящем деле нет. Данный иск является логическим следствием тех процессов, которые идут вокруг усадьбов и пунктов, уже в течение достаточно длительного времени. Возможно, вам известно, или в этом этапе науке представителей музея Востока, ранее усадьба была собственностью субъекта Российской Федерации города Москвы, и именно в это время, когда усадьба была в собственности города Москвы, были с Международным центром Рерихова заключены договоры безвозмездного пользования. Далее, по письму министра культуры Лудинского, обращенную мэру Москвы Саотянина, усадьба была в очень короткий временной период, передана в собственность Российской Федерации, и одновременно в оперативное управление Музея Востока. Те документы, которые сопровождали эту передачу, мы их увидели в судебных процессах, которые нам стали известны, однозначно свидетельствуют о том, что усадьба была передана собственностью Российской Федерации в оперативное управление Музея Востока с одной конкретной целью. Разместить, физически разместить в строениях, которые занимает с начала 90-х годов Международный центр Рерихова, в которых находится его общественный музей имени Николая Константиновича Рерихова, другой музей, а именно филиал Государственного музея Востока. Под эту цель, собственно говоря, и стали формироваться доказательства. В КПП Международного центра Рерихова была создана такая обстановка, в которой практически не сможет существовать ни одна организация. Было проведено более 20 осмотров самим оперативным управляющим Государственным музеем Востока. Кроме того, были увлечены и другие государственные органы, было организовано много плановых и внеплановых проверок. И все это было, как мы полагаем, сделано исключительно с целью формирования доказательственной базы для настоящего процесса. Но хотелось бы отметить еще один очень важный момент. Международный центр Рерихов получил эту усадьбу, она ему была передана в начале 90-х годов в состоянии практически разрушенной. И мест привлечения бюджетных и государственных средств восстановил усадьбу до замечательного того состояния, в котором она сейчас находится. И, естественно, уже после того, как усадьба восстановлена, после того, как за ее восстановление были включены награды руководителям Международного центра Рерихов, она стала лапанным пуском для всех организаций, в том числе и для государственных органов. И получить такую восстановленную, уже полностью отреставрированную усадьбу является в настоящее время целью Государственного музея Востока для размещения филиала. И решение о создании такого филиала было принято в феврале прошлого года в коллегии Министерства культуры Российской Федерации. Филиал этот был зарегистрирован как раз по адресу усадьбы Лопухиных, и теперь задача его физически там разместить. Вот как мы считаем, чем фактически на самом деле определяется суть этого процесса. А сколько сумма заняла восстановление, можете назвать? К сожалению, я не владею конкретными цифрами, это вопрос скорее бухгалтерский, не могу назвать, может быть, кто-то из представителей Международного центра Рерихов скажет. Но речь идет о достаточно больших деньгах, потому что если вы обратитесь в Международный центр Рерихов, вы увидите все картинки, фотографии, в каком состоянии уставки была 20 лет назад. И для того, чтобы ее довести до того состояния, в котором она сейчас находится, полностью восстановить, воссоздать утраченные элементы, требуется действительно достаточно маленькие денежные сутки. А вот те аргументы, которые говорят, что там, в Геркопе, находятся какие-то сторонние лица, занимают помещение, чего по договору не должно быть, это как-то надумано или это действительно? Нет, ничего этого на самом деле нет. Любой может посетить Международный центр Рерихов и увидеть, что основное его помещение занято музеем, он общедоступен, и никакие другие организации там не размещаются. В административной части размещаются службы Международного центра Рерихов, бухгалтерия, библиотека, сотрудники, тогда никакие сторонние организации в помещении не размещаются. Им не передавались ни строения в целом, ни отдельные комнаты, ничего. Мы эту позицию оставили в процессе, представляем определенные доказательства.